Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать вам мои цветущие орхидеи. И начнём мы, пожалуй, с карантинного подоконника. Итак, прекрасно себя чувствует мастер-пис, полученный 22-го числа. Вот такой вот он. Яркий, нарядный, кустообразный, три в одном. Две детки и одно основное растение. С кучей-кучей-кучей цветоносов. Вот это вот эксклюзив, я её называю, мультифлора. Очень у неё такие плотные цветочки, но они вот от стресса, конечно, вот и бутончики завяли, и цветочки так немножечко привяли. Так что она ещё пока приходит в себя на домашнее цветение. У неё обещает быть очень пышным. Следующая красотка – каменная роза. Очень она рельефная, очень бесподобная. Такая насыщенная, необычная. Вот даже открывается бутончик новый. Вот этот вот бутончик, я не пойму, он выглядит довольно странно и непривычно. Не пойму, то ли он отсушивается, то ли это нормальное состояние. Вот ещё будет бутончик раскрываться. Вот она была случайно пересажена. Ну вот и Полита была недавно. Каменная роза. Также на карантине у меня стоит вот эта вот жёлтая ароматная орхидея. Как солнышко такая, она яркая. С зеленцой. Она у меня появилась 19 апреля. И по заверению продавца, называется она Sunny Wave. Но многие пишут мне, что это сога-шита. Поэтому вот так вот разнятся. Здесь тоже два цветоноса. Один невысокий такой, другой вот в виде дерева. Такой вот огромный. Вот здесь вот, возможно, будет продолжение банкета. Ну, будет видно. Рядышком стоит Лас-Вегас. Все непременно. Тоже от этого же продавца. На Авито. Вы у меня спрашиваете, где я заказывала. На Авито я нашла самый дешёвый вариант. Одно растение в горшке. Оно тоже было полито. Вот. И рядом стоит вот эта огромная прелестница белая. Вообще просто. Вот просто. Я не знаю, с чем это сравнить. Такие вот огромные-огромные у неё цветы. Своей величиной просто завораживает. У этой орхидеи названия нету. У неё есть номер 152. Так неудобно показывать. Вот так. 152-я орхидейка. Красавица. Ну и переходим к основной коллекции. Здесь за обеденным столом стоит менюшечка-прелестница из Леруа Мерлен. Номер 151 у неё. Вот такая. Дораскрыла она все свои бутончики и один цветочек отсушила. Ну вот просто. Вот как ей не умиляться. Тоже вот с зеленцой новые цветы. Дальше они желтеют. И вот такая рифлёная у неё губа без усов. Прелестница. Маленькая прелестница. Также рядом стоит Нарбона. Вот такой вот она дорастила. Посмотрите, на старом цветоносе дорастила новенький, маленький цветоносик. И открывает сейчас свой второй бутон. Второй бутон открывает. Тоже она была полита недавно. Продолжаю свой экскурс. И переходим к подоконнику. Здесь вот так засвечивается, наверное, немножко. Сурсунг дорастила один бутончик. Вот так вот. И держит его вот на такой палочке один красивый такой кирпично-рыжий цветочек. Вот эта вот реанимашка, которая в магазине «Твой дом» была за 100 рублей куплена в пересушенном состоянии. Она продолжает раскрывать бутоны, не скидывая при этом цветы. Название ее я тоже не знаю. Это абсолютно простой какой-то сорт, который стоит рядом со 112-й орхидеей. Орхидея Джиллиан. Смотрите, какая она нарядная крапушка. Крапушка ходячая. Она ничего не доращивала. Это ее магазинное цветение. Губа. Смотрите, какая губа интересная. Дальше перехожу к белой орхидее. Тоже это поменьше цветок, чем у предыдущей. У нее вот здесь вот такой салатово-желтенький цвет внутри. И у нее защипы на цветках. Немного чашеобразная форма. И видите, по бокам есть защипы вот тут. Такие длинные белые усища. Тоже она очень-очень цветет обильно. Это орхидея номер 70. Тоже из уценок, из реанимашек. Вот это вот рядышком стоит орхидея. У нее есть номер 133, но нет названия. Небольшие пятнышки присутствуют. Она с цветоносом из точки роста. Там вот видны корешочки у нее. 13 января за 100 рублей была куплена. Это та самая от цветашка тоже. Усыхашка от цветашка из твой дом. Вот стоят здесь 4 ее подруги на солнышке стоят. Клементина, по-моему, вот эта. Да, это Клементина. Вот здесь вот эта реанимашка дорастила бутон и отсушила его. Вот этот оставался бутон, и он все-таки засох. Это тоже 100-рублевые цветочки, но они не цветут. Давайте перейдем к фронте. Фронте – это фронтера, но молодая. У меня есть более взрослое растение, которое сидит в большом горшке и цветет обильно. А это вот один цветочек оставила и держит его, и держит, и держит. Цветет она с декабря. Здесь у нее вот ничего не доращивается. Все это как бы окончательный вариант. Ну, на этом и все. Больше цветущих у меня на данный момент нет. Есть только с цветоносами новые. Спасибо за внимание и до скорых встреч!